Все мысли только о работе. Более 200 раскрытых дел, числе которых и особо тяжкие преступления. 28-летний капитан юстиции Адам Шанхоев полностью посвящает свою жизнь любимому делу. Желание и стремление стать одним из лучших следователей у него зародилось еще в дошкольном возрасте. И не случайно. У меня отец более 30 лет работает в следственных органах. И вот с детства я, видя трепетное отношение отца к этой работе, как он любит свою работу, выезды на место происшествия, как он помогает гражданам соблюдать их права. И вот с этого времени у меня зародилось желание, которое впоследствии, как видите, избылось. Отцовские наставления и сейчас помогают Адаму работать добросовестно и ответственно. А без любви к своей профессии стать следователем невозможно в априори, говорит капитан юстиции. Еще будучи студентом на пятом курсе, свой карьерный рост он начал общественным помощником следователя. 8 лет в Ростове-на-Дону в управлении следственного комитета, затем спецкомандировка для раскрытия особо важного преступления в центральном аппарате в Москве. И, наконец, капитан юстиции продолжает борьбу с нарушителями, но уже в родной республике. Конечно, приходится работать и ночами, и днем, выезжать на места происшествия. В аппарате, конечно, это меньше происходит, но работая на земле 8 лет, в территориальных следственных органах, конечно, бывали моменты, когда ты днем, у тебя заканчивается рабочий день, происходит какое-то происшествие, и ты всю ночь едешь с одного происшествия на другое, а потом второй день, у тебя уже запланировано заранее все следственные действия, и тебе приходится работать в целый день, опять в следующий день, и уже не считаясь ни с личным временем, ни с тем, что устал. Работая в Следственном управлении, Следственного комитета России по Ростовской области, Адам не раз становился участником раскрытия самых громких преступлений. Одно из резонансных – дело убийства в прошлом году жителей Ингушетия. Тело с признаками ожогов распознать было бы сложно, если бы не именной медальон. Следователи быстро ушли на след подозреваемого. Им оказался житель Ростова. Были обнаружены множественные следы биологического происхождения, похожие на кровь. Под давлением этих доказательств ему ничего не оставалось делать, кроме как рассказать. Словом, всегда на передовой работа в Следственном комитете буквально кипит, поскольку особо важные дела не терпят отлагательств. На то они и важные. Коллеги талант молодого сотрудника и жизненный девиз «Идти только вперед» заметили давно. Я люблю свою работу. Ценю ее, стараюсь максимально выкладываться. Работать следователем ты защищаешь права и свободы, интересы граждан, организаций, интересы государства. Таких талантливых и целеустремленных следователей в Ингушетии немало. Об этом говорит и спокойная по сравнению с остальными регионами обстановка. И все это благодаря людям в погонах, которые порой рискуют даже своей жизнью, делают все ради сохранения мирного неба и спокойствия в республике.